И это, я думаю, самое главное, что необходимо Дитю Божьему, это быть в союзе с Иисусом Христом. И мы уже много слышали, братья также говорили о любви нашего Господа к нам и нашей любви к Нему. И мы еще будем читать Священное Писание, которое записано в послании апостола Павла к Филиппийцам, 3 глава, читаем 20 стих. «Наши же жилища на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, с силою, которую Он действует и покоряет Себе все». И мы еще под впечатлением этого праздника Вознесения, когда наш Господь Иисус Христос вознесся в славе на небо. И это особое такое событие. И только после Иисуса Христа не осталось этого холмика на могилах, знаете, везде эти холмики. Мне пришлось недавно быть на кладбище, приехал сын с невесткой, и мы посетили там, где хоронена жена. И уже знаете, сколько этих холмиков уже сзади, уже там следующий квартал, и смотришь, и эти холмики, 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 и эти могилы. Но вот где Иисус Христос, там оказалось пусто. Его нет здесь, где Он был положен. После Него не осталось этих холмиков. Он вознесся в славе на небе. И поэтому, дорогие братья и сестры, жизнь нашего Господа Иисуса Христа, пребывание Его здесь, на этой земле, и именно вот это событие Вознесения, это исключительный итог исключительной жизни. И действительно, Его вся жизнь была чудесна. И Его Рождество, и Его жизнь, и смерть, и воскресение, и уход на небо, они все были чудесны. И мы можем только догадываться, очень мало написано о том, о Вознесении нашего Господа Иисуса Христа. Очень кратко, вот как вот даже и в Евангелии от Марка, там просто сказано несколько строчек, что после беседования с них, с ним, с апостолами, Он вознесся на небо и сел одесную Отца Небесного. И все на этом, вот, вся информация. И мы можем только, вот, как-то мысленно, вот, представить, вот, какая встреча была там на небе нашего Господа Иисуса Христа. Какое ликование, какой восторг, какая радость. И действительно, Он туда возвратился, как победитель, победивший смерть, грех, дьявола. И поэтому, дорогие братья и сестры, это событие, оно очень радостное и для нас, оно касается и нас, нашего будущего, что именно, вот, обыкновенный человек будет вознесен на престол Божий. И, с одной стороны, человек – очень слабое существо, а, с другой стороны, через покаяние, рождение свыше, через Гоговскую жертву нашего Господа Иисуса Христа, Он имеет эту чудную возможность стать дитем Божьим, победить смерть и быть на престоле Божьим, как сам Господь сказал побеждающему, дам сесть на престоле моем, как и я победил и сел на престоле Отца моего. И поэтому и мы здесь прочитали о том, как бы, итоге, вот, нашей борьбы, нашего хождения, нашего следования за нашим Господом Иисусом Христом. И этот итог, вот, здесь, в 20 стихе, «Наше же жилище на небесах», откуда мы ожидаем нашего Господа Иисуса Христа, и который что сделает? Преобразит наше тело, которое будет своеобразно славному телу его, преобразит, дорогие. И это нелегкий путь дойти до этого итога, вот, нашей мечты, нашего желания, нашего избрания, вот, быть подобным Иисусу Христу, иметь такое же тело, как нашего Господа Иисуса Христа. И на этом пути, дорогие, борьба, борьба, и еще и еще раз борьба, потому что вознесение, дорогие, вот, это невоскресение, вот, то есть возрождение. Мы приняли нашего Господа Иисуса Христа, родились свыше, но это еще невоскресение из мертвых, невоскресение нашего тела, это только мы одеваемся в одежды праведности Иисуса Христа. И, к сожалению, это еще не дает полной гарантии нашего спасения, впереди борьба, впереди, как написано, что имеешь, чтобы кто не похотил венца твоего. И поэтому это борьба, борьба с нашей плотью, с нашими похотями, с страстями. И на этом пути это борьба нелегкая. И апостол Павел в 7 главе послания Крымлян пишет, «Ибо знаю, что не живет в оплоти моей доброе». Во мне и в оплоти моей не живет доброе. Почему? Потому что желание доброе есть, а сделать оно я не нахожу. И это такая вот борьба. Он говорит, бедный я человек, «Кто избавит меня от этого тела смерти?» Дорогие, есть, как бы вот пришлось слышать пример, как в одном народе был такой закон, что если кто умышленно убьет человека, его привязывали ему на спину, этого трупа, и он ходил с ним, это ужасное наказание было. И поэтому и наше тело, как апостол Павел говорит, «Кто избавит меня от этого тела смерти?» Оно нас влечет к смерти, к погибели. И поэтому оно вот продано греху. И оно, царствие Божие, это наша плоть и кровь не наследует. И поэтому оно постоянно, наше тело будет провоцировать нас на грех, на то, чтобы пойти против заповедей Божьих, против воли Божьей. Вот, и какой выход, какой выход. Вот, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, говорит апостол Павлу послание Галатам. Поступайте по духу. И вот, это не всегда легко, знаете, отвергнуть себя, взять крест свой, идти за Иисусом Христом, по Его кровавым следам, идти этим путем испытаний. И поэтому некогда Петро сказал Господу, будь милостив к себе, и наша плоть, она побуждает нас постоянно, вот, говорить, будь милостив к себе, зачем тебе. Вот, посмотри на других, и тому подобное. Вот, и апостол Павел также имел эти проблемы с этой плотью. И он именно подчеркувал такие слова, когда мы читаем послание к филиппийцам, первая глава, 23-24 стих, и он прямо говорит, «Имею желание разрешиться и быть с Господом, через смерть уйти вот уже от этой земли, потому что здесь грех, здесь борьба, и здесь испытания, искушения, сколько он их претерпел, и поэтому послание к римлянам 8-23 стих также говорится, «Мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе самим стенаем ожидание усыновления тела нашего». Видите, какое усыновление тела нашего уже будет полностью искупление там, когда будет воскресенье, в первую очередь мертвых, будут вознесены на облако, а потом и мы, оставших живых, будет тогда окончательно, вот искупление тела нашего, а до этого вот такие проблемы. И во втором послании Коринчина, 5 глава, 8 апостол Павел говорит, «Желаю лучше выйти из тела, и вот, говорится, в Господа, видите, и опять желание, вот, выйти, оставить, вот, но, говорит, для вас лучше, чтобы я оставался так, именно для церкви, для детей Божьих еще было, было важно, чтобы апостол Павел мог нести служение, вот, и наставлять в церкви, которые он насадил. И поэтому, и здесь, мы, читая Священное Писание, видим, что гарантия нашего спасения, дорогие, как мы пели, это быть в союзе с Христом, это пребывать в Иисусе Христе, пребывать в нашем Господе Иисусе Христе, пребывать в Нем. И мы, когда читаем и книгу Откровения, 14 глава, 13 стих, и там прямо пишется, блаженны, мертвые, мертвые, блаженны. И почему? Потому что написано, умирающие в Господе, вот, которые пребывали в Иисусе Христе, пребывали в Господе, именно до самой смерти, и уже, вот, они мертвые, они умрили, они отошли от этой земли, они, ну, имеется в виду телесных, мертвые, вот, и они блаженны. Почему? Потому что они, умирающие в Господе, умрили в Иисусе Христе, и они успокоятся от трудов своих, для них уже нету, страшно бушует житейское море, для них уже это житейское море успокоилось, и они там уже имеют покой, блаженство, успокоились от трудов своих и дела, их идут вслед за ними, то, что они сделали в одному из меньших сих, они сделали Иисусу Христу, и поэтому и нас, Господь побуждает, что вот поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, это написано, вот, послание Галатам, 5 глава, 16 стих, поступайте по духу, и именно по духу, вот, как сам Господь на горной проповеди говорит такие слова, это 5 глава, 16 стих, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих, поролите за обижающих вас и гонящих вас, да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повеливая Солнцу сходить над злыми, добрыми, и посылайте точно праведных и неправедных, и так далее, и так, в конце говорит, будьте современны, как совершен Отец ваш Небесный, любите врагов вас, вот, благотворите ненавидящих вас, это нелегко, дорогие, действительно, надо уже жить не по плоти, а по духу, по воле Божией, и эту силу может дать только наша связь с нашим Господом Иисусом Христом. И, дорогие братья и сестры, хотелось бы в завершение сказать, вот, что необходимо нам, чтобы действительно нам в конце нашего пути, перед встречей с нашим Господом Иисусом Христом, вот, быть в числе тех, которых Господь, как мы читали, Он, вот, наше уничиженное тело, преобразит свое, славному телу, своему силой, которой Он действует, Могущественно покоряет Себе всего, чтобы быть участниками этого преображения. И апостол Петр нам еще и еще напоминает, вот, и мы читаем во втором послании, говорит, покажите вере вашей, и там целая лестница, вот, именно того пути, тех поступков, которые мы должны совершать, вот, следуя за нашим Господом Иисусом Христом, и Он говорит, покажите вере вашей, это добродетель, рассудительность, благочестие, и другие, мы все это читали, знаем, я не буду повторяться, а мы дали предупреждать, а в ком нет всего, тот слеп закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь сделать твердым, ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо, когда кроется вам свободный вход, в вечное царство Господа нашего, Иисуса Христа, вот, только тогда Господь может нас пить, пнять на небо, вот, когда вот мы будем, вот, в числе ожидающих, хотелось бы сказать в конце, дорогие братья и сестры, вот, что ключ к святой жизни, вот, это ожидание нашего Господа Иисуса Христа, ключ к святой жизни, ожидание нашего Господа Иисуса Христа, тогда не будет желания, вот, исполнять вожделение плоти, вот, и, вот, жить по плоти, и, почему, потому, что мы будем твердо убеждены, что уже Господь при дверях, как вот и сейчас мы видим, Господь при дверях, и поэтому пусть и нам Господь поможет жить не по плоти, а по духу, чтобы в свое время Господь и наши тела мог преобразить своеобразно славному телу Его, чтобы мы там могли встретиться со всеми святыми и прославить нашего Господа Иисуса Христа там на небе, и всю вечно славить Его и быть с Ним, и пусть нам Господь поможет в этом, мы будем сейчас молиться. Аминь.